раннее утро иду на охоту на бобра со мной виксер лук 2020 года я думаю мне повезет это это и и и и Если кто-то думает, что я промахнулся, так бобров бьют только в голову. Всем привет! В своем предыдущем ролике, можете посмотреть несколько видосов назад, я рассказывал про новую модель 2020 года от Matthews VXR 31,5 дюймов. Я его преподнес как достаточно универсальный лук для всего, и сегодня у нас пойдет речь о VXR 28 дюймов. До этого много раз мы эти сделали 28 дюймовые луки, там предыдущее яркое, скажем так, пятно на небосводе, этот реакс, который так полюбили люди, но все-таки 2020 год. Компактный охотничий лук, да еще и в таком цвете. Собственно говоря, давайте и начнем с цвета. Камуфляж. Несмотря на свое простое, незамысловатое название, именно в камуфляже луки покупают больше всего. Да, это действительно цвет, который очень идет именно охотничьему луку. Ну и вообще мы к нему так привыкли. А камуфляж от Matthews это вообще суперокраска. Достаточно взять близко этот лук в руки, и вам тут же сразу все станет понятно. Про блочную систему на этом луке я подробно изложил в предыдущем ролике, и в принципе я о ней рассказывал очень давно. И считаю ее одной из самых передовых систем, ну и соответственно самых дорогих. Да и вообще, я считаю, что небезосновательно данная модель, она является самой дорогой охотничьей моделью, которую вы можете сейчас встретить в компактном классе. И пожалуй она оправдывает такую цену на все 100%. Как я уже сказал, в отличие от 3Акса, данная модель 2020 года отличается немногим. В принципе я подробно все рассказал, но давайте повторюсь. Это новая схема, которую не называют 6 мостов, схема райзера. Но это всего лишь распил ненужных вещей, и сделали раму более коробчатой, усилили здесь дополнительными мостами. Идея всего была сделать максимальную жесткость, потому что основа сделана на длинном райзере. Чем длиннее райзер, тем стабильнее выстрел. И райзер под напряжением всегда гнется. Они полностью решили эту проблему. Это один из самых жестких райзеров сейчас на рынке. Silent Connect System. Вот еще одна интересная вещь для охотников. Я тоже о ней подробно рассказывал. Это вещь, которая позволяет быстро подцепить бесшумно лук, подвесить его на дерево, там бесшумно снять. Это все-таки фишка, это мулька. Конечно, это вещь хорошая. Но давайте ближе вернемся именно к 28-дюймовому AVX. Для чего нужен этот лук? Он настолько компактен, что из него удобно будет стрелять в стесненных обстоятельствах. Когда вокруг ветки, на захитке тесной, даже если вы сидите в крытой вышке, вы с ним и там развернетесь. Очень удобно стрелять сверху вниз с дерева, но не только. Очень удобно стрелять снизу вверх таким луком. Посмотрите, как сделан AVX. Подержите его в руках. Возможно, вам захочется иметь эту игрушку у себя. По крайней мере, существует масса людей, которые не стремятся за какими-то размерами. Лук это всегда размеры. Масса людей, которые хотят иметь что-то такое, что можно засунуть вплоть до рюкзака. Что-то такое, с чем можно ходить по лесу и не сильно себя стеснять. Скажу больше, сейчас с принятием закона об охоте открыт. Вопрос о сейфах. Как будут эти луки храниться? Если вам надо будет купить сейф, конечно, лучше всего иметь компактный лук. Ведь в любом случае, если вы включите голову, вы реально поймете, что настоящая охота с луком, она начинается от 5 метров и заканчивается, ну, 30. Если вы увидите в прицеле лука 30-метрового кабана, который бегает из угла в угол по кормушке, ну, вы уже поймете, что попасть с него не так уж просто. Поэтому загонять себя в какие-то рамки, я хочу там на 100 метров выстрелить там в козла, в косулю по-нашему. Я бы не стал, потому что она покинет место предполагаемого попадания стрелы задолго до того, как стрела дотуда долетит. Нет, конечно, есть такие индивиды, стреляют все по-разному, но добыча уже при помощи лука, даже не такого, а любого лука на большой дистанции, это все-таки больше удача, нежели какой-то, как это назвать, какой-то подтвержденный случай, что ли. Ну и так вернемся снова к луку. Уже на вертексе, на прошлых моделях, вот изменение угла упора, это плюс, много процентов к точности. По принципу пистолета Вальтер, ну не Вальтер, Парабеллум, винтовки М16 или АР-15, по принципу, наверное, пистолета Глок, ну я еще не знаю по какому принципу, вот именно угол, который острее угол, да, вот он позволяет лучше стрелять. И не только этот угол, еще они проработали сам упор, он теперь шершавый, он теперь больше подходит для перчаток, больше подходит, кстати, и летом, когда вы без перчаток руки вспотели, допустим, или руки там в снегу зимой. Ну, удержание на самом высшем уровне, это уже вещь с вертикса, и как видите, она стоит точно так же на VXR 28 дюймов. Соответственно, дорогущая я вкладка из дерева, ну что сказать. В принципе, я даже не знаю, как охарактеризовать этот лук, сделан он чрезвычайно солидно, вот прям, маешь вещь, дорогую вещь, я бы подкинул какую-нибудь ложку дегтя в эту бочку меда, да найти ее не могу. Даже в мелочах, там, конусные втулки для стабилизаторов, чтобы стабилизатор всегда вкручивался прямо, демпфирующие элементы, которые, ну просто наглухо гасят все вибрации. Абсолютно тихий выстрел, что для охотника является, ну просто требованием номер один. Мягкое растяжение, ну вот это, конечно, у Мэтьюса не отнять. Они подходят к охоте очень правильно. Ведь человек, когда, я не устану повторять, человек, когда провел на вышке, особенно зимой, там, 3-4 часа, ну, он же сидит неподвижно. У охотника задеревенело все, и надо тихо растянуть лук. Бывает такое, что лук просто человек не может растянуть. Но это не про Мэтьюс. Растяжение этого лука очень мягкое. Я подробно уже рассказывал об этом. Если хотите больше информации о моделях VXR, посмотрите мой предыдущий ролик. Приходите к нам, смотрите на этот лук. Возможно, вам дадут пострелять. Но уж если вы отважились его купить, поверьте, вы не разочаруетесь. Потому что я вот с чистой совестью вам могу посоветовать данную модель. Всего доброго. До новых встреч.